Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы видим рост греха в этом мире С другой стороны мы видим какие-то странные порой религиозные требования, которые мало имеют отношения к принципам священного писания И вот давайте сегодня посмотрим, что же Библия говорит об интимных отношениях Я думаю, наверное, вот одно из основных мест в Новом Завете, связанных с интимными отношениями в семье, в том числе, это 1 Коринфянам 7 глава Давайте откроем 1 Коринфянам 7 глава И здесь мы разберем те принципы, о которых здесь пишет апостол Павел в отношении мужа и жены, их совместной жизни, их интимной жизни Прочитаем первые пять стихов В принципе, вот мы сегодня все собрание поговорим вот об этих первых пяти стихах 7 главы 1 Коринфянам И вот апостол Павел пишет А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу Жена не властна над своим телом, но муж, равна и муж не власти над своим телом, но жена Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время Для упражнения в посте и молитве А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим И вот смотрите, вот в принципе здесь можно каждый стих разбирать И давайте вот начнем с первого стиха О чем вы писали мне, говорит апостол Павел То хорошо человеку не касаться женщины И тут, знаете, сразу возникает представление у некоторых, что вообще женщина и интимные отношения Это что-то такое, ну если не греховное, то по крайней мере не совсем чистое Как бы вот такое необходимое зло, да? Ну вот нигде апостол Павел об этом не говорит И вообще не касаться женщины, это вообще не заповедь Это не то, что заповедь, которую Бог нам дал, если мы ее приступаем, это что-то ужасное совершаем Это не заповедь, это больше как рекомендация И мы должны понимать, почему апостол Павел дает такую рекомендацию Ну, во-первых, всегда, когда мы о чем-то говорим, что-то рекомендуем Мы это делаем, исходя из своего жизненного опыта И исходя вот из того окружения, в котором сами находимся, сами пребываем Исходя из того окружения, того призвания, тех целей, которые стоят у нас в жизни Вот апостол Павел, мы знаем, сам оставался холостым Здесь есть споры, там некоторые говорят, что он когда-то был женат Некоторые говорят, что он никогда не был женат То есть, Писание нам ясно об этом не говорит Но мы знаем, что он был холостым И трудно вообще себе представить, что вот какая семья бы выдержала Вот тот образ жизни и ту интенсивность служения, которая была у апостола Павла Потому что, безусловно, семья – это сфера служения И не случайно апостол Павел в этом же послании к Коринфянам говорит, что Не замужнее думает, как угонить Господу, а замужнее, как угодить своему мужу Апостол Павел в своей жизни принял решение полностью посвятить себя на служение, на проповеди Евангелия Его миссия – быть апостолом к язычникам И он для себя принял осознанное решение Никакую часть своих сил, своего времени не отдавать на служение семье А полностью себя посвятить своей миссии, которую дал ему Господь Я говорил, когда у нас было самое первое занятие Помните, мы разбирали вообще о трех видах вскопцов И я говорил вообще о людях, которые к этому призваны Это, конечно, больше как исключение Такие люди, как апостол Павел И поэтому нельзя говорить, что вот это призвание Или как сегодня там в некоторых церквах, в той же самой католической церкви существует целебат То есть все, кто посвящен в священники, они таким образом как-то не имеют права вступать и создавать семью Вступать в брак и создавать семью Хотя, если мы посмотрим, жизнь большинства священников, она далеко не так интенсивна, как та же самая жизнь и служение апостола Павла Вот, и поэтому это больше как-то сегодня вылилось в такую традицию, которая не то, что не помогает служению, а наоборот искушает молодых священнослужителей Вот, это больше как сверхискушение И поэтому апостол Павел сам, смотрите, пишет во втором стихе Но во избежание блуда То есть Павел давал совет, но Павел отлично все понимал, да Что далеко не все могут следовать его примеру в этом, да Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа Библия никак не отрицает интимную жизнь или телесную сферу нашей любви Но Библия просто ограничивает ее рамками брака, да, брачного союза Секс это не цель брака, а важная составная И иногда слышишь, вот Бог дал интимные отношения, чтобы мы плодились и размножались А грех сделал так, что люди используют интимную жизнь для удовольствия Но мы видим, что в Библии тоже показано, что интимные отношения даны супругам, мужу и жене Не только для продолжения рода человеческого, но и для удовольствия И это легко подтвердить на основании священного писания Одна из ярких книг Ветхого Завета Песня песней, с чего начинается? Вот смотрите, начало книги Песнь песней, это первая голова, первый стих Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина Вот так начинается книга Песнь песней То есть мы видим, вообще вся книга Песнь песней показывает, что отношения между любящими, мужчиной и женщиной Включает в себя в том числе и наслаждение от физической близости И этим буквально пронизана каждая глава книги Песни песней То есть Бог дал нам интимные отношения не только как вот такой необходимый грех Вот мы должны продолжать род человеческий Из этого даже в некоторых религиозных кругах есть вот такие как бы требования, что вообще нельзя предохраняться Это только для зачатия детей Да, вот есть вот как бы надуманные требования Когда, как я сказал, некоторые священнослужители пытаются быть еще строже, еще радикальнее, чем священное писание Говорят, вот только вот так вот Пытаются как-то лимитировать количество половых актов в семье То есть есть такие специалисты Я когда смотрел выступления некоторых пасторов, некоторых проповедников И просто удивлялся, думал, ну откуда они все это берут То есть такое чувство, что человек какой-то свой опыт в сфере интимных отношений Пытается сделать взглядом вообще Бога или мнением Бога Но Библия это никак не подтверждает Мы видим, что в Библии есть примеры, когда люди используют интимные отношения для радости, для наслаждения И песнь песней один из примеров Другой пример, вот если мы откроем с вами притчи, пятую главу, восемнадцатый стих Здесь смотрите, автор книги притч тоже пишет об отношениях между мужем и женой Вот в свете физической близости Смотрите такие слова Источник твой да будет благословен Утешайся женой Да утешайся, одно из значений слова утешайся, наслаждайся Женой юности твоей И дальше показано, что наслаждайся не только в духе, но и в теле также Любезную ланью, прекрасную серную, грудью доупаяют тебя во всякое время Любовью ее услаждайся постоянно Есть некоторые верующие, которые вообще считают, что понятие секс это что-то такое грязное, греховное И даже, знаете, вот такое в христианстве есть в отношении Рождества Такое вот устоявшееся словосочетание Когда говорим мы про Рождество, говорим про Марию Мы порой говорим, хотя этого в Библии нет, но мы привыкли так говорить Непорочное зачатие, да, вот самое непорочное зачатие То есть как бы мы подразумеваем, что другие зачатия, где мужчины участвуют Они как бы порочные зачатия А вот у Марии было непорочное зачатие Правильнее было бы говорить не непорочное зачатие, а сверхъестественное зачатие Потому что зачатие, где участвует муж, он тоже не является порочным Если все в соответствии со священным писанием И вот мы видим, что само понятие сексуальная жизнь это не что-то греховное Библия признает сексуальную сторону человеческой жизни как естественную и непостыдную При этом, конечно же, священное писание ставит определенные рамки То есть есть определенные принципы для интимных отношений Мы это с вами посмотрим сегодня в священном писании Какие же есть принципы, да? Вот, мы говорили, но возбежание, смотрите Возбеждание блуда каждый имеет свою жену и каждая имеет своего мужа И вот дальше, смотрите, третий стих Здесь показаны принципы Важный принцип интимных отношений в семье Муж Оказывая жене должное благорасположение Подобно и жена мужу Я это прочитаю, этот стих в современном переводе Муж должен давать жене своей то, что ей положено И также жена должна давать своему мужу все, что ему положено как мужу То есть, смотрите, муж не рассматривает свою жену как средство для удовлетворения своих желаний Потому что есть такой какой-то стереотип, такое ощущение, словно интимная жизнь Нужна только мужьям, только мужчинам А для женщины, ну, надо ему, любит он, ну, приходится как бы терпеть это Так вот, смотрите, здесь показано, что не женщина игрушка в руках мужчины, да? Секс это взаимное удовольствие Не удовольствие только мужчин, да? Это взаимное удовольствие И счастливая интимная жизнь Это вот не случайное совпадение какое-то Вот, вот, случайное совпадение, что мы как-то подошли друг к другу Это определенная работа Смотрите, Павел говорит, что и муж, и жена должны оказывать друг другу определенное благорасположение Как здесь вот написано, да? В нашем синодальном переводе Должное благорасположение Или в современном переводе говорится Давать жене то, что ей положено То есть Настоящее счастье супружеских отношений Это определенный труд И вот, знаете, я посмотрел, как же мы можем оказывать друг другу вот это расположение Что требуется от жен, что требуется от мужей И я вам покажу некоторые моменты на основании книги «Песнь песней», да? Прежде всего, в отношении мужчин, да? То, что касается мужчин Должное благорасположение в отношении мужчин Я вот вам прочитаю из четвертой главы «Песнь песней» первый стих Вот смотрите Возлюбленный обращается к Суламите О, ты прекрасна, возлюбленная моя Ты прекрасна Мы видим, что пастух воспевает красоту своей невесты И он находит разные такие красивые образные эпитеты Для ее, чтобы описать ее глаза, ее волосы, ее губы, ее шею, да? Ее стан, да? Не случайно говорят, что мужчина любит глазами И вот это первая особенность, да? Любовь глазами И мы видим, что в итоге этот пастух говорит «И пятна нет в тебе» Что означает «любовь глазами»? Означает, что вот видите, мужчина замечает какие-то детали внешнего вида Это его привлекать может Или наоборот отталкивать может То есть это совершенно нормально Когда в интимных отношениях Жены стремятся быть сексуальными для своего мужа Порой, когда мы видим тот мир, который нас окружает И сексуальность сегодня стала товаром В рекламах, в фильмах, в передачах Хочешь рейтинг, хочешь много просмотров Нужно говорить про это, да? Когда ты говоришь про это И чем более там какие-то странные какие-то истории Тем это больше популярно И такое впечатление сложилось Что у нас теперь, у христиан Вообще вот эта сексуальность Внешняя привлекательность Нет, 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 это что-то греховное Если в семье это нормально Когда жена стремится быть сексуальной Быть привлекательной для своего мужа Это проявляется и в белье Которое там она выбирает себе, покупает Мужчина любит глазами И мы видим, как вот в песне песней Как он ее описывает И это совершенно нормально Когда супруги должны стремиться Соблазнять друг друга Должны стремиться, чтобы они хотели друг друга Не только через там год, два или три года Всю жизнь хотели И к сожалению, когда я общаюсь с парами Особенно с теми парами, которые уже много лет в браке Порой я слышу, как вот люди после там 15, 20, 30 лет говорят У нас уже нет никаких интимных отношений Как будто они уже перестали привлекать друг друга Казалось бы, вот 30 лет назад это было нужно, да? 30 лет назад это было важно А сейчас это уже как бы и не нужно И не важно И не интересно Но мы знаем И об этом сегодня говорят ученые Что вообще продолжительность жизни становится все длиннее и длиннее И как-то я раз говорю, что раньше считалась старость Уже где-то после 50 лет Сегодня старость считается после 75 лет То есть не только удлиняется жизнь Но и активность в этой жизни тоже все больше и больше В том числе и сексуальная активность Поэтому абсолютно убежден, что задача быть привлекательной для своего мужчины Мужчины любят глазами, да? Может ли мужчина вот так вот описать тебя, как здесь написано в книге «Песни песней» Поэтому мы должны поддерживать себя Должны поддерживать свое здоровье Должны поддерживать свою привлекательность Потому что, конечно же, тело останется на земле Но пока мы живем на земле Мы должны быть благословенны в своем теле Правда же, драгоценны? Должны быть благословенны Вот Поэтому Это нормально Когда в интимных отношениях Супруги стремятся соблазнять друг друга Выглядеть соблазнительно Чтобы они хотели друг друга И песни песней это показывает, да? И, конечно, в основном мужчины Любовь глазами Дальше мы видим Что еще касается Запах Вот смотрите В 4 главе 11 стих Благоухание одежды твоей Подобно благоуханию Ливана Запах Тоже имеет значение Огромное значение Здесь, конечно, мужчина говорит Это имеет и для жен значение Но вот Сам вот запах Сегодня Столько есть благоухания Не только благоуханий там для тела Но благоуханий для помещения Есть благоухания, которые Являются определенными афродизиаками Которые могут возбуждать Страсть между супругами Можно ли это использовать? Конечно, можно И нужно А после 20 и после 30 лет брака Тем более нужно Вот Нужно использовать все Что мы сегодня имеем Для того, чтобы мы Наслаждались друг другом В том числе В сфере наших Физических отношений Физических отношений В семье То есть это вот Любовь глазами Потом запах В чем еще мы должны Оказывать благорасположение? Воображение Наше воображение Вот смотрите Тоже есть песни песней Как ты прекрасно Как привлекательно Как привлекательно Возлюбленная Твоей миловидностью Этот стан твой Похож на пальму А груди твои На виноградные кисти Подумал я Влез бы я на пальму Хватился бы за ветви ее Я помню Когда впервые читал Эту книгу Песни песней Там были моменты Которые как-то уже Даже как-то неудобно читать Да И даже самому неудобно читать Тем более в церкви Вот Но в этой книге показано Что люди не просто Восхищались друг другом А какие-то определенные Сексуальные Не только образы Определенные сексуальные Сексуальные фантазии И это опять-таки Не что-то греховное Когда люди могут Использовать элемент игры В своей В своей интимной жизни В своей интимной сфере Задействовать свое Воображение Для чего? Чтобы освежить Свои физические отношения Чтобы вот этот огонь Не угасал с годами А наоборот Горел А чтобы он горел Мы должны его поддерживать Поэтому в этом воображении Имеет огромное значение И когда Там бывает Используется воображение Кажется Что ты придумываешь Что ты городишь Греховные вещи Вот И опять-таки Мы в каких-то В стереотипах находимся Но вы знаете Когда что-то человек Зажимает 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 Потом часто Вы знаете Невозможно пужину Все время сжимать Она рано или поздно Распрямится Если люди Бывают Ограничивают Друг друга В своей сексуальной В интимной жизни То Это может привести К тому Что Те потаенные желания Может быть Фантазии Которые есть у человека Они где-то будут Проявляться на стороне Но это должно быть Проявлено Именно В семейных отношениях Именно в доме И именно в семье Нельзя это отдавать Вне семьи Мы это можем Благословлены В семейной жизни Дальше Смотрите Тоже очень важный момент Мы говорим сейчас Про особенности мужчины Да Это сила Сила взгляда Вот Мужчины об этом Редко говорят Но взгляд Любящей Женщины Полный Желания Наверное является Одним из самых Сильных афродизиаков Когда ты знаешь Что твоя Любимая жена Она хочет тебя Она стремится Она не просто Знаешь Отдает себя Ну вот ему надо И пускай Но когда В ее В ее глазах Есть жизнь И вот смотрите Здесь В четвертой главе Песня песней Девятый стих Пленила ты сердце мое Одним взглядом Очей Твоих Пленила ты сердце мое Одним взглядом Мужчины Часто Неосознанно Судят Об отношении Жены к нему По взгляду Взгляд может быть Теплым Может быть Страстным Может быть наоборот Холодным Равнодушным Типа Ну ладно Вот надо Так вот Надо Это ужасно Когда вот Интимные отношения Вот значит Надо Как-то вот Такое Необходимое Необходимое Зло Глаза Говорят Говорят Порой Намного Больше Вот Сила Сгад Им Это Огромное Значение Ну И еще Одна Особенность Мужчины Да Вот В благорасположении Его потребность Вот смотрите Пятая глава Песни песней Первый стих Пришел я В сад Мой Сестра Моя Невеста Набрал Миры Моей С ароматами Моими Поел Сотов Моих С медом Моим Напился Вина Моего С молоком Моим Здесь вот В одном стихе Восемь раз Использовано Местоимение Мой Моей Моим Моих Да Почему? Да потому что Ну вот Тоже порой Люди не понимают Но мужчин часто Заводит Именно верность То есть когда Мужчина понимает Что вот Эта женщина Его супруга Его жена Она только его И больше ничья И вот это осознание Что она Принадлежит Тебе Она принадлежит Только тебе Это чрезвычайно Заводит Молодой Человек Да мы видим В песне Песне Этот пастух Ни с кем Не хочет Делиться Своим садом То есть Своей возлюбленной Муж Хочет ощущать себя Хозяином Своей Своей Жены Своей Женщины Чтобы этот сад Был заперт Для Других Мужчин И Во всем это Мы читаем В книге Песни Песней Вот Ну и вот Последнее Что я хотел бы Обратить внимание Это голос Благозвучие Вот тоже Видите Возлюбленный Говорит О голосе Невесты О голосе Суламиты Во второй Главе 14 стих Песни Песней Голубица Моя Дай мне Услышать Голос Твой Потому что Голос Твой Сладок Вот Благозвучие Женского Голоса Голоса Который Может Пленять Тебя Который Сладок Вот Женский Красивый Голос То есть Вот это Все Очень Очень Важно И если Жена Стремится Оказывать Своему Мужу Должное Как пишет Апостол Павел Благорасположение Ей вот Необходимо Все это Учитывать Любовь Голосами То есть Нужно быть Привлекательной Для своего Супруга Запах Вот это Благоухание Чаще Порой Женщины Используют Какие-то Ароматы Парфюмы Когда куда-то Выходят Но Мне кажется Намного Важнее Это использовать Для Своего Мужа Чтобы Привлекать Его Дальше Воображение Фантазии Сила Взгляда Принадлежность Только Своему Мужу Своему Мужине Ну и Благозвучие Женского Голоса Звук Женского Голоса Вот Все это Необходимо Для того Чтобы Оказывать Должное Расположение К мужу С другой Стороны Особенности Женщины Тоже Посмотрим На основании Книги Песнь Песни Да Вот В первой голове Второй стих Смотрите Да Лобзает Он Меня Лобзанием Уст Своих Для Женщины Часто Порой Кажется Знаете Что Женщины Менее Сексуальные Чем Мужчины Я Не думаю Что Это Правда Но Правда В том Что Часто При Своей Сексуальности Жена Стремится Чтобы Все-таки Инициатива Была За мужем И вот Это Осознание Что Он Тебя Ведет Ее Заводит И Мужчина Не должен Думать Ну Давай Теперь Ты Да Он В принципе Чаще Всего Валяется Главным Инициатором Женщину Это Возбуждает Она Хочет Этого И вот Она Поэтому Говорит Да Лапзает Он Меня Призыв Чтобы Он Проявлял Инициативу В третьем Стихе Влеки Меня Мы Побежим Опять Таки Она Желает Чтобы Он Был Инициатором Это Касается Конечно Не только Интимных Отношений Но В том Числе И Интимных Отношений Женщины Гораздо Реже Склонны Проявлять Инициативу В интимных Отношениях Но Это Не означает Что Они Не хотят Этого Желание Усиливается У женщины Когда Она Видит Инициативу Со стороны Своего Супруга Потом Тоже Какая Важность Особенность Женщины Важность Тактильного Контакта То есть Важность Прикосновений И вот Смотрите Вторая Глава Шестой Стих Суламита Вот Описывает Левая Рука Его У меня Под головою А правая Обнимает Меня Когда Она Вспоминает О своих Встречах С возлюбленным Она 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 Очень Часто Вспоминает Именно Вот О прикосновениях О объятиях Вот Насколько Важно Для Женщин Это Тактильное Ощущение Интересно Что Вот Я Специально Посмотрел Вот Подобные Вещи Суламита Говорит Своему Возлюбленному В книге Песни Песней Около 14 Очень Очень Часто Женщины Чутки К прикосновениям Ей нравится Нежность Нежные Поцелуи Ласки Любезность И Она Об этом Говорит Она Об этом Пишет Еще Какой Важный Момент Мы говорили Если Со стороны Мужчин Потребность Любовь Глазами Да То У женщины Любовь Ушами И вот Смотрите В пятой Главе Книги Песни Песней Шестой Стих Души Во мне Не стало Когда Он Говорил Видите Неудивительно Суламита Говорит О том Что она Слышала Слова Мужа Комплименты Похвала Благодарность Очень Сильно Помогают Женщины В интимных Отношениях Она Нуждается В этом Мужчины Часто Этого Не понимают Им кажется Я же Сказал тебе Что ты Красивая Что ты Сексуальная Что ты Мне нравишься Когда мы С тобой Поженились Если Что нибудь Изменится Я тебе Так же Скажу Казалось Быть Вот Но Женщина Нуждается В том Чтобы Каждый День Об этом Говорить Помните Я Во время Нашего Последнего Воскресного Собрания Было Посвящено Вот Такой Теме Которая Популярна Сегодня В интернете О Бабарабах Помните Мы об этом Говорили Так Вот Так Называем Это Мужское Движение Оно Говорить Нельзя Женам Говорить Женщинам Нельзя Говорить Комплименты Иначе Вы их Испортите Если Вы будете Каждый День Говорить Комплименты Она Там Вообще Станет Эгоист Будет Вас Использовать В действительности Хорошие Слова Комплименты Они Зажигают Женщину Она В них Нуждается Женщины Любят Ушами Конечно Мужчины Тоже Любят Ушами Мужчине Тоже Нравятся Приятные Слова Вот Но Женам Это Как правило Необходимо Намного Сильнее И Еще Один Важный Момент Мы Тоже Видим В книге Песни Песни Какие Еще Особенности Женщины Уверенность В том Что Она Любима Мы Видим Что Суламита В песне Песней Говорит Следующее Я Принадлежу Другу Моему И Ко Мне Обращено Желание Его Когда Женщина Ощущает Что Она Любима Это Проявляется Не только В комплиментах В защите В том Как Мужчина Оберегает Ее Как Мужчина Заботится Вот Сама Забота Опека Мужа Своей Супруги В том Числе Приводит И к ее Сексуальному Возбуждению Женам Невероятно Приятно Ощущать Себя Желанной Ощущать Себя Любимой Вот Это Поднимает Ее Самооценку Вот И вот Это Особенности Особенности Мужчин Особенности Женщин Если Мы Говорим Вот Казалось бы Такое Короткое Предложение Апостола Павла Мужья Оказывайте Должное Благорасположение Своим Женам И Жены Своим Мужьям Мы Мы должны Понимать Стремиться Чтобы Не просто Ну вот Мы женились Вот Принимаем Меня Таким Какой Есть Мы должны Стремиться Быть Как можно Лучше Друг для Друга В том числе В нашей Интимной Жизни Более Сексуально Мы можем Наслаждаться Женой Юности Мы можем Наслаждаться В наших Семьях Отношениями Супружескими Всю Свою Жизнь Если Будем Всю Свою Жизнь Оказывать Должное Благорасположение А не Вспоминать Как мы Его Оказывали Там 20 30 40 Лет Назад Дальше Давайте Вернемся В седьмую Голову Первого Послания Коринфянам Да И мы С вами Разбирали Третий Стих Муж Оказывай Жене Должное Благорасположение Подобно И Жена Мужу И вот дальше Четвертый Стих Смотрите Жена Не властна Над своим Телом Но Муж Равно И муж Не властен Над своим Телом Но Жена И вот Возникает Вопрос А какие Формы Интимной Близости В браке Так вот Смотрите Есть Определенные Границы Которые Слово Божье Нам дает В отношении Интимных Отношений Об этих Границах Говорится В Ветхом Завете Давайте Откроем Книгу Левит 18 главу Почему Потому что В 18 главе В принципе Собраны Все эти Ограничения Вот в этой Голове Собраны Все Ограничения Вот Которые Мы должны Учитывать Левит 18 глава Я не буду Всю главу Читать Некоторые Моменты Вот смотрите 18 глава Книги Левит Которая Показывает Какие же Есть Границы 6 стих Никто Никакой Родственнице По плоти Не должен Приближаться С тем Чтобы Открыть Наготу Я Господь Видите Самое первое Ограничение Ограничение На инцест То есть На сексуальные Отношения Между Родственниками Библия Говорит Что Это табу Инцест Не благословен Господом И Дальше Вот После 6 стиха Видите 7 стих Он просто Поясняет Что же Имеет Ввиду Наготы Отца Твоего Наготы Матери То есть Сексуальная Жизнь С родителями Это грех Библия Говорит Наготы Жены Отца Твоего Не открывай То есть Мачехи Свои Наготы Сестры Твоей Дочери Отца Твоего Или Дочери Матери Твоей Наготы Дочери Сына Твоего То есть Со своим Племянником Или Племянницей Дочери Дочери Твоей Наготы Дочери Жены Отца Твоего Наготы Сестры Отца Твоего Не открывай Наготы Сестры жены брата твоего не открывай, иногда ты жены дочери ее не открывай, не бери жены вместе с сестрой его. То есть инцест запрещен. Конечно, мы видим с одной стороны Ветхом Завете некоторые примеры инцеста, когда был инцест, лота мы читаем, то есть есть некоторые примеры. И мы видим, как всегда это приводило в жизни этой семьи к большим-большим проблемам. Бог показал, что между родственниками не может быть интимных отношений. Это табу. Вот это граница Библии. Еще какая граница? 20 стих. И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с ней. То есть не бери замужнюю жену. Требование в сексе. Секс благословлен в браке. В браке. Не случайной связи с той, с иной, с третьей. Секс благословлен в браке. Это еще одна граница. То есть табу на инцест, табу на секс вне брака. Дальше смотрите, 22 стих. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Табу на гомосексуальные отношения. Это еще одна граница, третья граница. И последняя, четвертая, 23 стих. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Ведь последний, четвертый запрет на скотоложство или зоофилию. То есть смотрите, вот 4 границы, 4 табу, которые мы видим в священном писании в отношении интимных отношений, в отношении сексуальной близости. Первое, это инцест табу. Второе, секс вне брака табу. Третье, секс с животными табу. И четвертое, секс мужчина с мужчиной, женщина с женщиной табу. Вот 4 границы. Все. 4 границы. Часто в церквах придумывается. Я почему об этом говорю? Потому что я сам об этом слышал. Я сам был на некоторых христианских, так называемых, семинарах в отношении интимных отношений, интимной близости, где, недаром Библия говорит, немногие делаетесь учителями. Некоторые пытаются вот учить, какие правильные позы есть для интимных отношений. Святые, не святые. Даже есть вот такие понятия, как миссионерская поза. Не миссионерская поза, пастырская поза, епископская поза, христианская, не христианская поза. И вы знаете, и пошла, как писал классик, гулять в губернии. Пошла писать в губернии. На что только не придумывается. Вот так можно, вот так нельзя. До сих пор, помню, был молодым христианином. И у нас такой вот один пожилой верующий собрал нас братьев и учил нас, как правильно, как неправильно. Откуда только он все это взял? Откуда придумал? Но только из своего опыта. Вот часто людям кажется, вот так правильно, так неправильно. И они абсолютно убеждены, что и Бог такого же мнения. Вот ему так кажется, значит и Богу так кажется. Но все-таки мерилом для истины является не мнение даже очень опытного христианина, а Слово Божье. Так вот, Слово Божье показывает нам вот эти четыре запрета в Ветхом Завете. Мы об них читаем. Во всем остальном, то, что касается, как в юриспруденции, то, что не запрещено, то разрешено. Во всем остальном, жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Когда есть двое, то друг с другом, они свободны любить друг друга физически, любить друг друга сексуально, так как им обоим это приносит удовлетворение. То есть, если этим благословлены и мужчина, и муж, и женщина, жена, то пусть Бог благословит их. И когда порой некоторые там священнослужители пытаются там разбираться, там вызывают семьи, как там они в интимной своей сфере себя ведут. Знаете, я, честно говоря, не понимаю. Мне это, знаете, порой напоминает какой-то вуэризм, когда некоторым интересно слушать о том, что же делают другие за дверями своих спален. Мне это вообще никогда не было интересно, да? Намного интереснее, чем про других узнавать. Лучше быть благословенным в своей семье, в своих отношениях. Поэтому, драгоценные, не слушайте вот этих частей. Знаете, вот, особенно есть такие пожилые служители, у них уже видно как-то в сексуальной жизни все уже, там уже и альфа, и омега. Вот, и по поговорке крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть. Вот, и начинает, вот так вот надо, вот эти пожилые, всех научат, причем как-то так жестко, такое чувство, что они вот в своих правилах и требованиях какую-то свою изливают неудовлетворение, что у них-то теперь ничего нету, зато они других во всем ограничат и научат, как правильно или как неправильно. Так вот, драгоценные, Библия об этом не говорит, не нужно ничего придумывать, не нужно, а вот это запрещено, а оральные раски запрещены. Вот то, что благословляют двоих в супругах, добро пожаловать. Пусть они будут этим благословенны. И не нужно быть святее и строже, чем наш всемогущий Господь. Инцесс запрещен, секс вне брака запрещен, зоофилия скотоложства запрещены, ну и гомосексуализм и лесбиянство, да? Двое в своей спальне могут наслаждаться друг другом, отдавая друг другу свои тела. И то, что обоим приносит удовольствие и удовлетворение, вот в рамках тех требований, о которых я сегодня говорил, да, все это, пускай будет для их радости, для их услады. То есть не нужно ничего тут додумывать, не нужно ничего придумывать. Ну и в пятом стихе апостол Павел отвечает на вопрос, а как же часто мы можем наслаждаться сексуально, физически друг другом в наших семьях, в наших домах. И вот он пишет так, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». И опять в христианском мире есть, не только в христианском мире. Я помню, как-то даже на Ютубе целую речь слушал одного из наших политиков, Владимира Жириновского. Ну Жириновский, он любит на все темы говорить, он знает все, вот в любой сфере, в том числе в сексологии, он один из главных специалистов, который точно говорил о том, сколько муж с женой должны заниматься сексом, чтобы у них не уходили на секс все силы, охватило сил для политической работы. Он так все рассказал. Но смех смехом, да, все-таки Жириновский-то Жириновский, его слушать очень часто интересно, но я не понимаю людей, которые к его высказываниям относятся серьезно. К высказываниям же пастора часто или к советам, консультациям пастора верующие относятся очень серьезно. И когда там пасторы начинают учить, сколько раз в неделю должны быть сексуальные отношения, сразу же возникает вопрос. Подождите, подождите. А вот откуда ты знаешь, вот мерило, вот откуда? А обычно какое мерило? Мерило это вот сколько я хочу, это нормально. А если чаще кто-то хочет, это уже чересчур. Кто-то реже хочет, тоже плохо, да, вот как бы каждый. В действительности, ну вот сексологи говорят, и это совершенно естественно, вот понятие много-мало, это же такие относительные вещи. В отношении кого много? В отношении кого мало? Сексологи говорят, есть три типа сексуальности. Это слабая сексуальность, средняя сексуальность и сильная сексуальность, да. Сильная сексуальность, это когда потребность в интимных отношениях каждый день. Некоторые даже не по разу. Вот это сильная сексуальность, да. Средняя сексуальность, когда там два, там три раза нужно в неделю. Это средняя сексуальность. И слабая сексуальность, когда один-два раза в месяц. Ну или как Жирновский там и говорил, два раза в год. Это его рекомендация, чтобы все силы уходили на партийную работу. Они на развлекаловку. И поэтому, понимаете, каждый из нас относится к тому или иному типу сексуальности. Каждый из нас относится к тому. Конечно же, большинство людей относятся к среднему типу сексуальности. Большинство людей относятся к этому. И поэтому, что же Библия говорит? Не уклоняйтесь друг от друга. То есть не уклоняйтесь. Это, конечно, идеально, когда в паре муж и жена имеют один тип сексуальности. А если так получилось, что разный тип сексуальности? Вот для этого апостол Павел и говорит, что не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не скушать друг друга. Если, например, женилась пара и, положим, женщина слабый тип сексуальности, а мужчина сильный тип сексуальности, то такие же должны стремиться, чтобы муж был благословен в отношениях, чтобы никуда-то не смотрел. Понятно, не хочу оправдывать измену мужа. Я говорю о том, что у всего есть свои определенные причины. И поэтому апостол Павел и говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию. То есть не бывает чрезмерного. Все относительно. Есть, как говорил, разные сексуальные темпераменты. И вот Павел говорит, что время есть молитвы, особого духовного сосредоточения, то, что называется в Слове Божьем пост, который требует от человека отказ. Отказ от удовольствия, отказ от развлечений, чтобы сконцентрироваться на духовных вещах. И, конечно же, это не просто отказ от еды, или вот у нас бывает от вкусной еды, когда мы берем пост Даниила, от развлечений, от просматриваний, развлекательных передач по телевизору, всевозможных шоу, и в том числе от интимных отношений. И апостол Павел говорит, что для упражнения в посте и молитве по обоюдному согласию в семье может быть воздержание. Но если кто-то решил стать из супругов высокодуховным человеком, не обращать внимания на плоть, а быть всегда в духе, Павел говорит таким образом, если вы будете часто воздерживаться друг от друга, вы будете давать место сатане и скушать вас. Поэтому в каждой паре должно быть так часто интимных отношений, как они нуждаются. Не уклоняйтесь, не уклоняйтесь, только по согласию для поста, для молитвы, для определенного духовного труда. Вот тут могут быть воздержания. Во всем остальном вы должны служить друг другу, чтобы быть благословенным, в том числе в этой сфере. И вы знаете, порой, как я говорил, разные проповедники, разные пасторы часто додумывают, придумывают друг другу. Какие-то требования, которые им кажутся, вот они есть в Библии. На самом деле в Библии об этом нет. Но они уверены, что должно быть так. И они убеждают. И доходят до того, что ощущение, что у христиан наша сфера интимных отношений в семьях, какая-то неполноценная, какая-то кастрированная, какая-то ущербная. Как будто это не Бог нам дал, а дьявол нам дал секс. И мы вынуждены из-за греха вступать в эти порочные отношения, порочное зачатие там совершать. Но это неправда. Бог создал семью, Бог создал брак, и Бог сказал первым людям плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И в том числе, я говорил, не только ради продолжения рода, но ради радости, ради удовольствия. И я говорил, есть определенные ограничения в Слове Божьем. Сегодня некоторые говорят, что мы не хотим этим ограничениям следовать. Но это уже их проблема. Проблема их чтения в Библии. Есть вещи, которые в Библии показаны ясно, конкретно и определенно. Но во всем остальном Бог дает нам свободу. Свободу любить, свободу наслаждаться друг другом и дарить друг другу радость и благословение, которому мы должны следовать. И давайте закроем в конце глаза и склоним головы. В конце я хочу помолиться за каждую пару здесь, за каждого мужа, за каждую жену, а также за тех супругов, которые смотрят онлайн, не смогли сегодня прийти сюда. Я хочу помолиться, чтобы Бог благословил наши семьи, в том числе в сфере телесной любви, в сфере наших интимных отношений. Радость, дар от Бога, чтобы мы наслаждались им. всемогущий Господь, я молю, мой Бог, за каждую семью нашей церкви, за каждого мужа, за каждую жену, которая находится здесь и смотрит это по интернету. Благослови, Господь, наши дома, благослови наши семьи, чтобы все, что ты нам дал, было для радости, благословляло нас. Учи нас правильно пользоваться твоими дарами, не искажая, не извращая, Господь, а следуя твоему слову. Благослови, Господь, чтобы мужья оказывали должное благорасположение своим женам, чтобы со временем мы продолжали увлекать наших жен, соблазнять наших жен, любить наших жен, учились мудро проявлять эту любовь в прикосновениях, в нежности, в ласках, в словах, в заботе, в наших поступках, в наших делах. Благословить также жен, чтобы они стремились быть привлекательными, сексуальными для своих супругов. Благослови, Господь, каждую супругу, которая сама стремилась увлекать, привлекать своего мужа, нравится, наслаждаться фантазиями, игрой друг с другом, Господь. Благослови, мой Бог, чтобы мы были счастливы, мы были благословены в этой сфере нашей супружеской жизни, Господь. Чтобы наша ложа была чисто, свято, брак непорочен, Господь. Чтобы наши дома во всем, в том числе в интимной жизни были благословлены Тобой. Я молю, мой Бог, особенно за те семьи, где в этой сфере проблемы, отчуждения, обиды, горечь, травмы, душевные раны, и ссыли, Господь, коснись их, даруй силу простить, открыться и служить друг другу, отдавать себя друг другу, в том числе в нашей сексуальной жизни. Благослови, Господь, чтобы интимная жизнь укрепляла брак наш, скрепляла, служила для созидания этой единой плоти мужа и жены по имя Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин